Девушки отдыхают Метель, а в лисей норе было тепло и тихо. Белая лиса Лидушка рассказывала своему лисенку сказку про принцессу-звездку и ее волшебное ожерелье. Ее сынок, которого родители назвали Афанасием, а мама ласково называла Фантиком, внимательно слушал, положив сонную мордочку на лапки. Живет принцесса в высоком-высоком замке, таком высоком, что ее башня находится далеко-далеко за облаками. Смотрит принцесса-звездка на землю и любуется людьми и зверями. А когда землю от ее взора заслоняют снеговые тучи, звездке становится скучно, и она начинает забавляться. Отрывать от своего ожерелья по одной звездочке и бросать их на землю, говорила лисица своему сыночку. Вот и сейчас метель. Значит, принцессе скучно. Если выйти после метели в лес да хорошенько поискать носом в снегу, то, может, и повезет. Найдешь звездочку. Только она очень маленькая, лес большой, а снега выпало много, где ее сыскать? А если я найду звездочку, спросил Фантик, что мне с ней делать? Говорят, ответила ему мама Лидушка. Если собрать все звездочки, рассыпанные принцессой-звездкой, и повесить их на самую большую елку в лесу, то наступит Новый год. Под утро звездочки сами собой соберутся в ожерелье и вернутся к своей хозяйке. Хм, красивая сказка, подумал Фантик, засыпая. Ах, он сладко зевнул и накрылся пушистым хвостом. Утром Афанасий прокопал лапами ход в снегу и выбрался из норы. Ух ты, сколько навалило снега за ночь! Фантик решил пойти на охоту и поймать какую-нибудь мышку-полевку. На свежем снегу оставалась длинная цепочка его следов. Он шел, опустив нос как можно ниже, вынюхивая добычу. Но мыши, напуганные ночной метелью, попрятались глубоко под снегом. Лисенок не унывал. Он пробовал копать то там, то сям. Отряхивал нос от снежинок и бежал дальше. Когда он пробегал рядом со старой елкой, ему почудился тонкий, еле заметный мышиный запах. Он залез под тяжелые еловые лапы и начал копать снег, выискивая мышонка. И вдруг, вдруг под лапкой что-то блеснуло. Это была маленькая звездочка, которая упала сюда во время ночного бурана. Ее занесло снегом. Фантик сразу же вспомнил сказку, которую ему рассказала накануне мама. Афанасий осторожно подцепил звездочку зубами. Она была холодной, слабо мерцала и пахла снегом. Лисенок решил отнести ее к высокой елке, которая росла на опушке. Фантик, Фантик, что это у тебя? Услышал вдруг лисенок птичий гомон. Эта стайка снегирей, усевшаяся на рябину, заметила его звездочку. Звездочка! Ответил он, не выпуская свою добычу изо рта. Что-что? Закричали еще громче снегири. Звездочка! Снова ответил лисенок, аккуратно положив звездочку на снег. А зачем она тебе? Несу ее на елку, чтобы наступил Новый год. И он рассказал им про принцессу, ее волшебное ожерелье. И мы, и мы загалдели пущей снегире. Мы тоже видели такую. Одна звездочка зацепилась за ветку в дубовой роще. Фантик попросил снегирея слетать в рощу за другой звездочкой и принести ее к большой елке на опушку. А сам побежал дальше. Эй, Фантик! Снова кто-то позвал лисенка. Что это у тебя блестит? Это был заяц. Он тоже стал расспрашивать лисенка, для чего ему звездочка и куда он ее несет. Фантик ему рассказал историю про Новый год, большую ель и волшебное ожерелье принцессы. Хорошо, что ты мне встретился, сказал заяц. А то я утром чистил снег около своей норы и тоже нашел маленькую звездочку. Я решил сделать из нее светильник и положил звездочку в стеклянную банку. Но если хочешь, я тоже принесу ее к большой елке. И заяц поскакал к дому, чтобы взять звездочку и отнести ее на опушку. Добежав до опушки, Фантик решил положить звездочку на еловую лапу. Но он мог дотянуться только до нижней ветки. Повыше бы, подумал Афанасий, чтобы принцесса могла увидеть свое ожерелье. Но тут прилетели снегири, которые принесли звездочку, застрявшую в дубовой роще. Свою сверкающую находку они положили на самую верхнюю ветку. А потом помогли Фантику пристроить его звездочку повыше. Прибежал заяц, и его звездочку помогли устроить на елке снегири. Тут на опушку стали приходить и другие звери и птицы. И каждый тоже нес свою звездочку. Потому что снегири, пока летали в дубовую рощу и обратно, успели расстрещать на весь лес. А Фантики и большой елки. Фантик идет, кричали на лету снегири. Звезду на елочку несет. Елку украсит, будет Новый год. И тут оказалось, что каждый звери или птичка тоже нашел неподалеку от своего дома маленькую звездочку. И каждый не знал, что с ней делать. Сойка решил сделать из нее украшение. Белка хотела отдать в игрушки своим бельчатам. А барсук уже собирался приколотить звездочку у себя в норе над окошком. Но когда все услышали о звездочке Фантика, то тоже решили украсить своими звездами самую большую елку в лесу. Пока звери и птицы наряжали елку, наступила ночь. Елка вспыхнула сотней заискрившихся звезд. «Новый год! Новый год!» Обрадовались звери. «Праздник! Праздник! Праздник!» Тут налетел ветер, и от его порывов еловые ветки подпрыгнули. И звездочки тоже подпрыгнули, и стали тихонько подниматься вверх. Небо расчистилось от облаков, и звезды стали подниматься вверх быстрее. Звери застыли от удивления и стали тереть лапками глаза, а когда протерли, то увидели, что прямо над ними звездочки сложились красивый узор и впрямь похожи на драгоценное ожерелье волшебной принцессы. «С Новым годом! Памятик! С Новым годом!» Поздравили они друг друга и вскоре стали расходиться по домам. «Не грусти, звездка! Любуйся нами!» Сказал Афанасий звездочком, подняв острую мордочку к небу. И звездочки замерцали ему в ответ. «С Новым годом! Памятик! С Новым годом!» С Новым годом!